Традиционно повестку совещания возглавляет работа в системе добродел и соцсетях. По итогам за неделю есть просрочки, что негативно сказывается на эффективности работы в целом. Андрей Иванов еще раз подчеркнул, что этот показатель нужно закрыть и больше не допускать просрочек. В работе у нас на сегодняшний день находится порядка 3000 обращений. Имеем мы с вами 8 просрочек за прошедшую неделю. Для нас крайне неприятная цифра, учитывая тот факт, что мы перед собой уже давно ставим задачу не допускать никаких просрочек. И поэтому показатели вытащить наш муниципалитет из красных зон, по рейтингу 50. В этом году отопительный сезон стартовал досрочно. Во всех ли поселениях округа подведено тепло и нет ли срывов в работе? Эти вопросы также на личном контроле главы. Очевидно, что старт отопительного сезона не совсем гладко у нас прошел, но мы быстро выправили ситуацию. К концу недели уже 100% объектов социальной сферы были с теплом и порядка 98% объектов НКД. На заседании обсудили ход реализации национального проекта «Демография», в рамках которого за счет средств федерального бюджета пройдет профессиональное обучение и дополнительное образование граждан предпенсионного возраста. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». С просьбой провести проект. Продолжение следует...